Добро пожаловать на наш канал! Всем привет! Сегодня у нас на сыроваре номер 1 Представлю процесс сыроварения Настоящего шапсукского сыра Для готовления адыгийского сыра Нам понадобится обычное домашнее молоко, в данном случае у меня коровье, а так можно взять любое. Козье, самое главное, чтобы оно было свежее и не магазинное. Сейчас магазин молоко не настоящий. Также понадобится сыворотка. Сыворотка это обратно молоко, очень легко получить в домашних условиях. Это когда молоко списает, образуется буквально несколько ярусов, три. Сливки сметаны, простокваша и вот самый нижний ярус, это есть наша сыворотка. Сейчас и сыворотку можно встретить в магазине, но мы ее не покупаем. Почему? Потому что мы не знаем, какая химия туда добавлена. Берем все домашнее, все свежее. Посуда играет тоже главную роль, либо чугунная, либо алюминиевая. В алюминиевых, конечно же, процесс идет намного быстрее, он тоньше и быстрее нагревается. Чтобы приготовить 1 кг адыгейского сыра, в среднем уходит примерно от 5 до 8 литров молока. Бывает больше, бывает меньше. От чего это зависит? От жирности. То есть, чем жирнее молоко, тем меньше мы его потратим. У нас примерно жирность молока где-то 5,5%. Это достаточно. Молоко должно не кипеть, а быть на стадии кипения. Это примерно 95-96 градусов. Как определить на глаз? Очень легко. По краям будут первые пузырьки. И в этот момент мы будем добавлять нашу сыворотку. Бывают моменты, когда упускаем, да? То есть, молоко начинает кипеть. И если вы добавите сыворотку, получится обычный домашний творог. Поэтому нужно быть внимательным, чтобы молоко не испортить. Да, конечно же. Адыгейский сыр вообще богат кальцием. Больше кальций, чем в твороге. То есть, примерно 80 грамм адыгейского сыра, это суточная норма кальция. И вот, начиная. Первые пузырьки пошли по краям. И я добавляю сыворотку. Сыворотку добавляю также строго по краям. Это очень важно. Почему все-таки именно так? Потому что здесь температура выше, чем в центре. Я своей сывороткой просто не даю молоку закипеть. Держу ее примерно на одной и той же температуре. Добавляю до тех пор, пока все молоко не свернется. Как только я увидел, что мое молоко отошло от краев, немножечко беру вот так и размешиваю. Так, чтобы не порвать сырные волокна, выключаем газ и процеживаем. Творог у нас обычно хлопим и рассыпчатый. Вот сейчас я вам покажу все, что у нас получилось. Процеживаем. В домашних условиях через марлю это все делается. Так будет больше сыра и чище сыворотка. Процедили. Масса получилась похожа на плавленый сыр. Она еще вдобавок у нас и тянется. Придаем ей форму и наш сыр готов. В таком виде он должен пролежать хотя бы 2-3 часа, чтобы вся влага стекла подгнет. Такой сыр не кладут, сам сыр выгонит все, что в нем лишнее. Остается только сверху, снизу посолить и все. Готов к употреблению. Как обычно проверяют адыгейский сыр, его просто жарят. Адыгейский сыр можно жарить, как картошку с двух сторон. Жарен он намного вкуснее. Ну а если расплавился, значит это не адыгейский сыр. И все, в принципе. Бейлок хранится недолго, 2-3 дня буквально. Без холодильника в холодильнике вот может прожать максимум неделю. В этом время. Поэтому этот сыр коптят. А копченый он просто должен долго сахар? Да, он будет храниться от того, что коптили сутки, например, в месяц хранится примерно. Ну и вот, после того, как сыр приготовили, его коптят. Это сыр суточного копчения. Он будет храниться без холодильника примерно до месяца. Раньше для нас все-таки было месяца-то мало. Поэтому такие сыры обычно коптили вот от такого деревянного состояния. Можно посмотреть. Ему уже 8 лет. И он до сих пор свидетельный. 8 лет. Да, это настоящий адыгейский сыр. Это вот походные вот эти варианты. Да, все правильно. Как у вас есть, очень легко. Вот когда готовили мамалыгу, вот этот сыр либо дробили, либо целиком нанизывали в мамалыгу, прям в центр. Добавляли немножко масла. Буквально там 20-25 минут, и он уже готов к употреблению примерно такой же становится. Да. Такие сыры брали с собой в походы. Да. Да, как брали вообще? Дробили на маленькие кусочки и засовывали в газы. Да, все правильно. Коптим либо вот на ольхе, в основном на ольхе, либо на фруктовой древесине. Это очень важно. Древесина должна быть не смоленистой. Да, это вредно. Попроется черным налетом, и будет горчить. Тут два вида сыра, кругленькие. Это как раз наш национальный адыгейский сыр. А это сыр сулугуни, понятно. Молодые приготовления сулугуни. Да, булочка с надрезом. Супер. Ну, теперь вы знаете, как это делается. Можете попробовать сами дома. Или приехать в Кичумай и попробовать это вечно. Все. Спасибо большое. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо, Кичумай.